Музеем под открытым небом В Куре есть такие образцы материальной культуры, как святилище, древние мосты и кладбище и многое другое. 18 сентября заповедник был внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Государственный историко-культурный и этнографический заповедник Ханалык и Кочевой путь является единственным в своём роде культурным достоянием, причём не только в Азербайджане, но и во всей Восточной Европе, внесённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальный памятник природы расположен на Губинском, Гусарском, Обширонском, Гаджигабульском и Шамахинском районах Азербайджана. При включении заповедника в список всемирного наследия ЮНЕСКО были учтены два важных критерия. Первый – сами Ханалыкцы, являющиеся единственным народом на Южном Кавказе, который сохранил древнее искусство кочевого скотоводства по сей день. Второй критерий заключается в том, что пасть баскота на зимних и летних пастбищах происходит без нанесения урона окружающей среде, то есть тут соблюдаются все экологические нормы. Культура кочевого скотоводства в Азербайджане сохраняет историческую важность по сегодняшний день. Каждый год тысячи азербайджанских семей, как и столетия назад, кочуют между горными районами и Аранской долиной. Через территорию республики проходит несколько исторических кочевых путей. Однако самым важным из них, который сохранил актуальность и по сей день, является кочевой путь, проходящий через село Ханалык. Продвигаясь по этому пути, вы пересечете семь из девяти существующих в Азербайджане климатических зон. Ежегодно по этому пути проходит более 10 тысяч людей и перегоняется 400 тысяч голов скота. Село Ханалык находится на высоте 2180 метров над уровнем моря. Население Ханалыка составляет около полутора тысяч человек, а история села насчитывает пять тысяч лет. Ханалыкцы – уникальная этническая группа, которая сохранила свой язык, не похожий ни на какой другой в мире, а также традиции и культуру, в частности, кочевое скотоводство. Кочевые семьи проживают в селе лишь четыре месяца в году. Все остальное время они находятся в пути. На протяжении многих веков Азербайджан славился культурой кочевого скотоводства. Ханалыкцы – уникальный народ, который сохранил эту традицию до сегодняшнего дня, передавая ее из поколения в поколение. Мы надеемся на то, что включение заповедников в список всемирного наследия ЮНЕСКО станет большим шагом, который прославит этот памятник природы не только в нашей стране, но и во всем мире. Несмотря на глобализацию и современные вызовы, Азербайджан сумел сохранить древнее культурное наследие. Ханалык и Кочевой путь олицетворяют мультикультурализм, свойственный Азербайджану. Уникальный в своем роде историко-культурный и этнографический заповедник Ханалык и Кочевой путь обладает большим туристическим потенциалом, который привлекает своей первозданностью туристов со всего мира. Мы купили справочник «Lonely Planet». Это такой справочник известный, да? Вот. И там описывались места, куда стоит поехать. Мы составили программу в соответствии с этим справочником. И вот сюда приехали, потому что там написано было, что это уникальное место, уникальный язык, уникальная народность. И еще очень красивый пейзаж. Мы сами живем тоже в горах, нам очень нравятся горы, поэтому Альпы очень отличаются от этих гор. Поэтому мы были в восторге, когда мы ехали по этой дороге. Было очень-очень красиво. Площадь заповедника составляет около 45 тысяч гектаров. Государственный историко-культурный и этнографический заповедник Ханалык и Кочевой путь был создан 4 сентября 2023 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях охраны культурно-исторического наследия и улучшения туристической инфраструктуры на территории заповедника проводятся ремонтно-восстановительные работы. В ходе медиатуры 16-местным предпринимателям, предоставляющим услуги туристам по размещению в гостевых домах в Ханалыке, были переданы обогреватели, печи и газовые плиты. Акция состоялась в рамках проекта «Поддержка развития устойчивого туризма в регионах Азербайджана», который реализуется Госагентством по туризму совместно с программой развития ООН в Азербайджане. Эллада Мамедова, Анамик Гасанлы, CBC